Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ новости. В студии Татьяна Брылова. Вначале коротко о главном. Онлайн-конференция прошла между руководством муниципалитета и главным врачом Видновской районы клинической больницы. Сейчас такого глобального дефицита у нас нет, и права у нас не было, и нет. Депутат Московской областной думы Владимир Жук оказывает помощь нуждающимся. Ну, вам привезли вот такую вот помощь, продуктовый набор, я думаю, вам лишним не будет. Краски весны сотрудники Дор-сервиса высаживают на клумбах цветы. Работы по высадке цветов начались около трех дней назад. Сегодня состоялась онлайн-конференция по вопросам здравоохранения и ситуации с коронавирусной инфекцией. В ней приняли участие глава муниципалитета и его заместители, а также депутаты округа. Они смогли задать вопросы главному врачу Видновской районы и клинической больницы Бутаю Бутаеву. Подробности в нашем репортаже. В онлайн-формате в это непростое время проводятся все заседания, совещания и встречи на уровне администрации муниципалитета. Нынешняя конференция была посвящена ситуации с COVID-19 и работе медицинских учреждений в период пандемии и организована по инициативе Совета депутатов Ленинского городского округа. В ней приняли участие глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, его заместители, депутаты, а также главный врач ВРКБ Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. Необходимость проведения сегодняшнего видеосовещания у нас обусловлена тем, что очень много вопросов поступает со стороны жителей. Все вопросы мы, поступившие от вас, проработали. Данный список вопросов из 16 пунктов накануне конференции был передан Бутаю Бутаеву. Большую часть ответов на которые он дал сам. По первому вопросу, как обстоят дела с обеспечением средств защиты сотрудников, да, понятно, что, значит, не раз уже об этом говорил, то, что очень большой расход этих средств. Сейчас такого глобального, значит, дефицита у нас нет, и права у нас не было и нет. То есть всем, кому необходимы эти средства, мы выдаем. Бутай Бутаев также озвучил оценку готовности к пандемии стационара и амбулатории округа. Рассказал об укомплектованности штатам, обеспечении медикаментами и оборудованием. ИВЛ-дефицит – это везде. Частная клиника подали, два ИВЛа, ну, конечно же, не новых, но, по крайней мере, мы можем их использовать. Опять-таки, администрация во главе с Алексеем Петровичем перечислили деньги, значит, министерство, надеюсь, когда они до нас дойдут, мы еще пополним, значит, количество этих ИВЛ. Ежедневно в Ленинском городском округе делается до 300 тестов на COVID-19. Тестируют в первую очередь тех, кто находится в зоне риска, вернувшихся из-за рубежа, контактирующих с больными, в том числе медиков. Об этом рассказала заместитель главного врача по поликлинической части Елена Зинатулина. Также она предоставила информацию по временному размещению узких специалистов взрослой поликлиники в детской. Онкология, химиотерапия тоже, значит, будет проводиться там на базе детской поликлиники. Врач-онколог, который необходим анализы, назначает на дом, и специалисты выезжают на дом. Далее главный врач ВРКБ ответил на вопросы, которые участники конференции задавали онлайн. Очень много вызовов, и очень много людей хотят, чтобы мне пришел врач по разным причинам. У кого-то 37, он паникует, у кого-то 39,9, и он в панике. Что людям делать или не делать ни в коем случае самим? Сидим, ждем врача. Максимум, что можно сделать, это сбить температуру с доступными средствами. Мы обязательно придем. Неотложная помощь у нас сейчас работает до 10 вечера. Был задан вопрос и о переквалификации ВРКБ под специализированную больницу по коронавирусу. Бутай Бутаев сказал, что пока никаких указаний не поступало, но в случае приказа министерства руководство больницы займется этим вопросом. Многие участники конференции передавали пожелания врачам здоровья, сил, чтобы как можно быстрее выйти победителями из войны с COVID-19. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Сергей Ларин, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В эти дни неравнодушные люди, предприниматели, муниципальные и общественные организации оказывают помощь тем, кому она особо необходима. Врачам, работающим на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, малообеспеченным и пожилым людям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Но помощь в столь непростое время нужна и рядовым гражданам городского округа. Какая работа ведется в этом направлении, расскажем в нашем следующем сюжете. Несмотря на довольно большое количество, эти столь необходимые сегодня средства защиты легко поместились в несколько ящиков, которые без труда можно перевезти на обычном автомобиле. Разгрузка занимает не более минуты. Сегодня сложная эпидемиологическая, да и психологическая обстановка. Мы, как член общественной палаты Ленинского городского округа, при поддержке депутатов округа и ряда местных предпринимателей, организовали акцию взаимопомощи. Четыре тысячи защитных масок привез предприниматель Дмитрий Гашев в микрорайон «Зеленые аллеи». Их будут раздавать местным жителям, которые по той или иной причине выходят на улицу. Хотим отметить, что это ни в коем случае не призыв нарушать режим самоизоляции. Речь идет о людях, у которых возникла острая необходимость выхода из дома. И если они не могут обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, мы им поможем. Они могут обратиться к консьержам и получить вот такую маску, использовать ее по назначению. В помещении управляющей компании ценный по нынешним временам товар пролежал недолго. Тут же упаковки разнесли по подъездам жилого комплекса. По словам консьержей, многие соблюдают домашний режим, но немало тех, кто все же выходит из дома. «Вот на сколько в процентном соотношении люди стали меньше выходить из дома?» «Процент на 80». «На 80, да». «И в основном, наверное, выходят из дома?» «Магазин». «Магазин, да». «Или те, кто работает?» «Да». Стоит отметить, что управляющая компания ЖК «Зеленая аллея» заботится о жильцах. Например, здесь дважды в день проводится обработка подъездов. И эти маски стали своеобразным продолжением этой заботы. «Кто без маски, кто не может себе купить маски, у кого нет маски, а идет в магазин и так далее, чтобы их защитить, чем можем, помогаем. Но я думаю, что там на несколько дней хватит. Хорошо? Берегите себя». «По заявлениям врачей, маска в сочетании с другими средствами профилактики способна в разы уменьшить риск заражения инфекцией. В 80 подъездах жилого комплекса теперь на входе жителям будет доступно это простое, но столь необходимое средство защиты. «В ближайших аптеках у нас масок нет, а вот эта помощь как раз будет очень полезна нашим жителям, которые просто будут вынуждены выйти на улицу и как раз будут использовать эти средства защиты». Конечно, сейчас не хватает ресурсов и возможностей, чтобы сделать бесплатной выдачу масок повсеместно. Но вот такие относительно небольшие акции уже наверняка спасут чьи-то жизнь и здоровье. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Во время режима самоизоляции в тяжелой ситуации оказались самые незащищенные социальные группы населения. Именно к их проблемам в первую очередь сейчас приковано внимание депутата Московской областной думы Владимира Жука. О том, кому оказывается помощь, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в условиях эпидемии коронавируса продолжает оказывать помощь нуждающимся. Среди получателей помощи малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды и одинокие пенсионеры. «У нас есть списки, которые нам предоставляет общественная организация городского округа. У нас есть списки социальной защиты, у нас есть списки, которые составляют депутаты местного совета, активисты, общественники и так далее. Мы их тщательно выверяем, чтобы не получилось так, что кому-то два-три набора, а кому-то ничего. И делаем выборку и по ним работаем». Всего планируется развести по адресам около тысячи продуктовых наборов. В их состав входит 10 наименований продуктов первой необходимости, имеющих длительный срок хранения. «Ну, вам привезли вот такую вот помощь, продуктовый набор, я думаю, вам лишним не будет, пригодится. Вот здесь вот телефон, если что-то там понадобится, вы, пожалуйста, наберите, попробуем помочь, чем сможем». На коробках указаны телефоны горячей линии, на которую можно позвонить и задать свой вопрос. Помощники депутата расскажут, как можно решить ту или иную проблему. Уже давно Владимир Жук сотрудничает с обществом инвалидов Ленинского городского округа и оказывает его подопечным всяческую поддержку. «Он нам никогда, никогда не отказывал. Большое, конечно, ему большое спасибо за то, что столь в тяжелый период нам он помогает. Надеемся, что и дальше он будет помогать обществу инвалидов. Мы надеемся на сотрудничество с ним, и он не будет о нас забывать». Неделю назад депутат привез набор продуктов видновчанке Маргарите Владимировне Зимаревой. Тогда пенсионерка рассказала, что ей необходимы лекарства но денег, чтобы их купить, в данный момент нет. В нынешний визит депутат привез нужные медикаменты. «У меня оперировано плечо, и нога еще течет, кровит, и все. Два раза в день надо перевязывать. И так уж мы салфетки разрезаем пополам, экономим. Спасибо большое». Кстати, местные депутаты со своей стороны также оказывают различную помощь жителям в это непростое время, обсуждая стратегию поддержки со своими коллегами. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Цветы – одно из главных украшений Ленинского городского округа в теплое время года. Работа по озеленению идет уже несколько дней. Так, скверы и памятные места города Видное были украшены виолами – цветами, которые первыми появляются на клумбах. Ежегодно накануне майских праздников Ленинский городской округ начинает играть новыми красками. На улицах высаживают цветы. Сегодня рядом с зенитной пушкой, установленной на проспекте Ленинского комсомола, сотрудники Дорсервиса были заняты посадкой виол – цветов, имеющих очень много расцветок. Всего за один день планировалось высадить около 15 тысяч цветов. «Работы по высадке цветов начались около трех дней назад. Это связано с перепадом температуры. Как только в ночное время температура стала плюсовой, соответственно, мы начали осуществлять высадку». За это время уже было высажено более 25 тысяч виол разных оттенков. Всего сотрудники Дорсервиса планируют посадить порядка 120 тысяч цветов. Во многих памятных местах города Видное работы уже завершены. Так, фиалками ветрока украшены клумбы вокруг лестницы, ведущей к вечному огню на Аллее Славы. «В это время это самый оптимальный сорт цветов, который цветет, соответственно, хорошо проживается и переносит в это время те климатические изменения, которые происходят». Работа по высадке цветов ведется под чутким руководством мастера, которое внимательно следит, чтобы цветы на клумбе не только красиво смотрелись, но и росли в комфортных условиях. Высадку цветов в Ленинском городском округе планируют завершить к Дню Победы. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Берегите себя и оставайтесь дома. До встречи.